На камнях и в водах, в воздухе и на скальных рисунках навсегда запечатлелись легенды воинственного казахского народа. История любви Козы-Корпеш и Баян-Сулу – сила, трагедия и стимул задуматься о многих вещах. Причем каждое поколение может найти в произведениях проблемы под стать своему времени. И сейчас во всех красках эта легендарная картина разворачивается перед зрителями на сцене Погодинского театра. Если у мужчин грубые руки, у женщин бесстрашные сердца. Воинственная Баян каждый день и каждую минуту борется за справедливость, за счастье и за свою землю. Чем разрушает стереотипы и доказывает – женщина не слаба и не раба. Когда-то ее отец со своим другом поклялись поженить своих еще нерожденных детей. После смерти друга на охоте, отец Карабай, забыв обещание, решает отдать Баян местному борцу Кудару, спасшего однажды его отары от Джута. Но хочет ли этого сама девушка? И неужели не бывать ее счастью вместе с Козы? Традиции и предрассудки не знают о чувствах и стремлениях влюбленных. Первым сложил свою голову Козы Баян мстит за смерть любимого Кудару, а затем умирает и сама. Как итог – трагедия. Моя героиня, она очень воинственная. Она добрая, при этом она любит своих родителей. Но ее отец к ней относится, к сожалению, плохо, потому что он хотел сына, а не дочь. Но при этом дочь, мне кажется, понимает, что отец ее недолюбливает, что ли. И она постоянно пытается ему доказать свою любовь, доказать, что она может постоять за себя, за свою семью. Это первая главная роль молодой актрисы Марии Лырчиковой. Признается каждый раз, играя на сцене Баян, перед ней открываются новшества. За последние полвека спектакль по пьесе Габита Мусрепова ставили на сцене Погодинского театра «Дважды». Первый в 1963 году, второй в 2002, когда постановка взяла гран-при 10-го республиканского фестиваля. Сегодня же зал заворожен и восторжен. Спектакль поставил заслуженный деятель искусств Калмыкии Баат Иркалаев. На сцене он воплотил свое представление о современной форме подачи. Современная режиссура, она же немножко трактует все по-другому. Сейчас изменилось все отношения, сам театр поменялся. В нем может быть музыка, песни, танцы, балет, все что угодно, но только не чисто в виде. Это драматический театр, и он расширяет свои рамки, и поэтому язык, которым он говорит, и сценический, и пластический, и актерский, разнообразный. Танцы, работа с залом, спецэффекты. Да, современный театр – это уже не только свет и игра актеров. И такие методы и приемы северказахстанские зрители оценивают сполна. Мы приехали с Явленки, с сельского района, привезла я группу детей. Мне все очень понравилось, было интересно. Постановка мне нравится, аранжировка мне нравится, спецэффекты, да. Ну и актеры все. Я считаю, что я давно уже не была в театре, поэтому с таким удовольствием ждала сегодняшней приеры. Это выглядит очень интересно, особенно даже. Сколько раз я ходила сюда, такого еще не было. И наши актеры очень хорошо играют. Да, и процветают. Желаем им дальнейшего развития. Премьеру спектаклю посвятили 120-летию Габита Мустрепова, автору пьесы «Козы-Корпеш» Баян Сулу. Всем тем, кто трудился надеял воплощением на сцене областного русского драматического театра имени Николая Погодина, вручили корзину цветов от Акинообласти. Анастасия Кузнецова, Александр Янцын, МТРК.